всем привет всем здравствуйте меня зовут елена это канал посвященный вязанию и сегодняшнее видео уверяю вас будет очень необычным поскольку сегодня расскажу вам сказку да именно это будет сказка да не простая сказка а сказка про любовь итальянскую страстную любовь на самом деле это видео обусловлено тем что сейчас идет мастер-класс по вязанию юбки расклешенные юбки с девочками мы ее вяжем вот такая вот необычная интересная юбка и мы приблизились уже к тому моменту когда настал черед завершить все вязание собственно говоря и необходимо закрыть петли итальянским способом его называют в народе итальянским профессиональное название этого способа еще со стародавних времен еще советских учебниках значилось как фабричный край так вот мы будем закрывать с помощью иглы нашу полую резинку фабричным краем и выяснилось что не для всех этот способ понятен не все им владеют кто-то владеет но каждый раз при работе вынужден обращаться к источникам к информационным видео книгам к каким-то заметкам для того чтобы вспомнить но как же как же он вяжется как же как же все-таки закрывать иглой эти петли за какую стеночку в каком порядке следует делать захват куда протягивать как двигаться иглой для того чтобы в общем то вот это все сделать вот эти все манипуляции совершить так вот сегодня хочу вас немножечко поразвлечь и преподнести информацию в такой игровой забавной форме которая позволит вам навсегда вот раз и навсегда запомнить порядок действий и больше никогда не страдать не переживать не сомневаться в том правильно ли вы производите манипуляции так что прошу вас отнестись к этому с юмором несерьезно и в общем то получить удовольствие в далекой прекрасной италии жил был принц вот принц у албис он был конечно еще тот ничем серьезным никогда в жизни не занимался все свое время проводил в праздных делах и в общем то так бы оно и продолжалось если бы однажды родители его не заявили слушай дружочек но пора уже остепениться пора уже наверное жену себе искать и тогда он решил совместить приятное с полезным решил отправиться на поиски жены ну и заодно попутешествовать по итальянским землям а был у него друг верный соратник конь тупорылый и вот оседлал он коня и отправился в путь выехал он на большой широкий тракт собственно говоря недалеко проехал смотрит стоит прекрасный замок принц подумал как интересно быть может именно тут я и найду себе суженую ряженую быть может именно тут и предстоит мне встретить свое счастье дай-ка я заеду так сказать в этот замок как и положено царской особе с главного центрального входа в общем-то принц не ошибся действительно в этом замке проживала замечательная принцесса вежливая воспитанная интеллигентная во всех смыслах замечательно но других принцесс в италии наверное не бывает и наш принц в общем то не стал утруждать себя хорошим поведением не продемонстрировал хороших манер хорошего воспитания вел себя так как привык вести себя дома балагурил шутил даже пьянствовал с кем-то умудрился поссориться в общем но не произвел он должного впечатления и тогда хозяева замка подумали нет нам такой кадр не нужен уж нашей-то дочке точно такого жениха не надо и пинком под зад такого гостя давай-ка ты дружок уметайся отсюда вылетел он пулей через задний двор с черного входа так сказать точнее выхода и отправился дальше ну от сказать что ему пришлось в общем то не так много пройти поскольку на соседнем тракте он повстречал еще один замок ну надо же какая удача постигла нашего принца и тут он подумал ну ладно с первого раза мне не посчастливилось так сказать встретить свою суженую хотя принцесса ему очень понравилось очень ему в душу запала ну вот не случилось счастье и тогда он решил что попытаю счастье во второй раз и зайду в этот замок точно так же как и полагается царской особи главного входа да наш принц не ошибся в этом замке тоже проживала принцесса не хуже 1 такая же добрая замечательная воспитанная интеллигентная прекрасная во всех смыслах но мы же уже знаем что в италии других принцесс не бывает и надо же было такому случиться и наш принц ей приглянулся да действительно принцесса в общем то уже какие-то фантазии там себе придумала уже чуть ли не платье собралась шить свадебное к сожалению принц наш оказался не просто не воспитанным балагуром он еще и оказался капризным товарищем принцесса наша ему не понравилось представляете но пометуя прошлый опыт когда его так сказать с позором выгнали из замка его представителя царских кровей представляете он решил немножечко схитрить он решил дождаться ночи когда все уснут и тихо тихо незаметно не стуча копытами своего тупорылого коня решил выбраться из замка через черный вход через двор вышел он на тракт и отправился в путь дальше видит стоит еще один замок боже мой сколько же замков в италии развелось принц сам не ожидал честно говоря такой удачи время было позднее времена неспокойные тем более наш принц уже научен горьким опытом поэтому он решил что в этот раз он не будет привлекать себе особого внимания и зайдет замок с черного входа осмотрится примет решение оставаться ему там не оставаться и вообще что за люди там живут поэтому он в этот раз тихо прокрался в замок с черного входа как вы думаете кто проживал в этом замке принцесса очередная прекрасная принцесса нет давайте нашу сказку разнообразим в этом замке проживал другой принц да да мы с вами люди конечно толерантные во всех смыслах но не до такой степени изобретательные по части сюжета как сценаристы сериала чужестранка поэтому в нашей сказке все будет исключительно традиционно принц эти подружились сели вместе пообщались выпили даже так сказать душу друг другу излили пожаловались на судьбу нелегкую и вот тогда ему хозяин и говорит слушай дружочек ну зачем же тебе сейчас отправляться в путь ночь на дворе ты уж оставайся переночуй ну а потом когда соберешься силами уже вот как полагается принцу через главный вход поедешь дальше на поиски своей прекрасной принцессы в общем наш принц решил прислушаться к совету к предложению хозяина так и поступил а на утро он вышел из замка через главный вход через главные ворота вышел посмотрел по сторонам и увидел вдали на соседнем тракте сквозь и такой реденький лесок проглядывал тот самый первый замок в котором он уже побывал вы помните да здесь у нас сказка начиналось и решил он но так мне это принцесса понравилось так вот она мне в душу запала забыть не могу попробую кая счастье испытать во второй раз ну почему нет быть может мне судьба улыбнется я попробую в этот раз показать себя с лучшей стороны может они вообще за время моих странствий уже успели про меня забыть и тогда наш принц вернулся в первый замок но на этот раз он решил не заходить как прошлый раз главного входа а зайти с черного входа со двора замок ну как вы понимаете счастливого продолжения эта история не имела принцесса так и не согласилась так сказать связать свою судьбу с этим подозрительным типом и принц наш был вынужден отправиться на поиски своей сужены дальше собственно говоря на этом можно было бы и завершить нашу сказку потому что все дальнейшие действия будут продолжаться во всех рапортах но давайте подведем некий промежуточный итог и заодно поговорим один незначительный нюанс и так что мы сами имеем мы имеем три замка но понятно что замок это петелька да вот даже форма петельки нарисована здесь не случайно так вот порядок действий запомнить очень легко три петельки раз-два-три но четыре действия раз-два-три-четыре в эти две петельки в эти два замка раз-два мы входим иглой с главного входа а в эти две петельки раз-два мы входим иглой с черного входа все больше вам запоминать ничего не надо не нужно запоминать какую стеночку захватить как чего не надо забудьте про стеночки просто с главного входа торжественно входим как важный почетный гость раз-два а затем как разведчики тихо с черного входа входим раз и два затем когда так сказать наш рапорт сдвинется и у нас возникнет здесь петелька вот здесь петелька вот эта петля которая у нас уже была задействована в предыдущем рапорте здесь у нас проживал друг новоиспеченный и по совместительству собутыльник нашего принца так вот следующем рапорте он превратится в прекрасную принцессу которая к сожалению не приглянулась нашему принцу ну вот вот такая вот двойная роль так сказать вот отведена вот этой вот вот друзья мои надеюсь я вас позабавила надеюсь что эта информация понятна а теперь давайте посмотрим как же все это выглядит на практике ну что друзья мои вот перед вами образец полотно связано полой резинкой здесь фабричный наборный край да тот самый итальянский наборный край в народе так говорят ну и сейчас мы с вами будем имитировать этот край закрывая наши петли иглой для этого конечно же вам понадобится обрезать рабочую нить но естественно отмотать достаточно длинный кончик для того чтобы вам хватило этой нити если говорить приблизительно то в принципе можно три раза вдоль всей 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 длины отложить нить и обрезать вам должно хватить ну что давайте теперь приступим на самом деле неспроста я рисовала замки расположена на двух разных трактах на двух параллельных дорожках дело в том что именно провязывание полой резинки нам позволяет создать дополнительный объем перед закрытием до такой небольшой воздушный валик и соответственно позволяет нам развести петли вот если мы сейчас эту изнаночную снимем вот она развести петли на две разные дорожки если я сниму вот эту лицевую петельку то вы увидите что она видите смотрит другую сторону они наклонены в разные стороны нить 1 идет которая проходит вдоль всех лицевых петель это одна дорожка а вторая нить который идет вдоль вдоль всех изнаночных петель но естественно изнаночных с нашей стороны с лицевой стороны это вторая нить именно поэтому очень важно перед тем как вы приступите к закрытию края этим способом очень важно провязать крайние 3 ряда полой резинкой независимо от того собственно каким узором вы до этого вязали возможно вы тоже вязали резинку вот как у меня полую возможно вы вязали обычную резинку 1 на 1 2 на 2 неважно возможно вы вообще вязали лицевую гладь и вдруг в конце решили закрыть вот таким вот фабричным способом вам обязательно нужно провязать один ряд пола резинки где лицевые петельки мы провязываем изнаночные петельки снимаем не провязанной нить рабочая прокладывается перед петелькой следующий ряд 2 вы провязываете наоборот изнаночные петельки вы провязываете классическим способом если мы говорим про вязание круговую это важно для того чтобы правильное положение петли обеспечить классическим способом провязываете изнаночные петельки лицевые снимаете не провязанными рабочая нить находится за петлей это тоже важно и третий ряд вы повторяете то же самое действие что было в первом то есть лицевые петли провязываем изнаночные не провязываем снимаем просто переносим на правую спицу и нить прокладываем перед петлю я думаю что все вы знаете этот способ но тем не менее важно было все-таки эту информацию напомнить вдруг кто-то позабыл это важно именно для того чтобы обеспечить расположение петель на двух дорожках на двух трактор обеспечить дополнительный объем и самое главное обеспечить необходимую эластичность края ну что а теперь приступаем все я уже достаточно много сказала теперь приступаем вот три петельки которые будут у нас сейчас выступать в главной роли 1 2 3 вот эта петелька уже находится на она уже провязана находится на спице поэтому пожалуйста не обращайте внимание да то есть это я и провязала выходя из предыдущего ряда если ну что пойдемте в первый замок знакомиться с первой принцессой производить так сказать не самое лучшее впечатление вот мы смотрим на петлю если мы поставим спицу вот таким образом вот да то петля развернется вот и соответственно мы видим что вот ее главный вход а вот и и черный вход вход со двора мы входим как положено царской особи с главного входа прекрасно потом нас выгнали из замка вот мы вышли из черного входа теперь наша задача зайти во второй замок мы тоже заходим с главного входа вот эта петелька вот она на нас смотрит и соответственно вот главный вход вот мы в нее вошли в эту петельку отлично убежали ночью помним до сбежали ночью побежали в поисках своего счастья дальше прибежали к 3 петельки помню да это была поздняя ночь мы решили никого не будить поэтому зашли со двора где у нас двор давайте посмотрим вот наша петля если я ее сниму со спицы то она давайте я прям действительно снимут это я сейчас пересниму на спицу вот эту сниму чтобы вам было видно вот смотрите вот она на нас прямо смотрит то есть соответственно здесь у нас главный вход а вот здесь у нас черный вход вот нам нужно войти с черного входа ваш ли ты чудесно и снова возвращаемся к первому замку да но теперь мы точно так же как и здесь входим с черного входа первый раз мы входили вот так а теперь мы в эту петельку войдем вот так отлично молодцы мы с вами провязали рапорт теперь снимаем изнаночную снимаем лицевую но лицевую петельку мы из вида не теряем она нам нужно будет сейчас она превратилась вот она была у нас вот этим номером номером три раз два три а сейчас в следующем раппорте она сдвинулась и стала петелькой номер два вот сейчас мы с вами будем работать вот с этими тремя петлями ну что повторяем действие заходим с главного входа отлично находим вот эту петельку которую мы уже сняли со спицы вот она да вот она на нас смотрит заходим в нее с главного входа отлично в третью петельку вот она вот она заходим в нее с черного входа со двора и в первую петельку снова заходим второй раз заходим на этот раз тоже со двора я вам показываю на акриле он совершенно не тянется совершенно не эластичная пряжа цепляется из-за петли и за спицы поэтому не очень удобно но вы пожалуйста это не обращайте внимание сама все пряжи не эластичная так скидываем эти петли со спицы потому что мы их уже закрыли они нам нужны но вот эту петельку мы из виду не теряем она у нас еще будет в работе задействована помним да повторяем действие так сейчас выведу сюда ниточку и давайте повторим действие главный вход отлично вот эта петелька про которую я сказала главный вход отлично следующая петелька номер три вот раз два три черный вход нитка конечно ведет себя безобразно отлично и петелька номер один снова черный вход два раза заходим с лицевой стороны с главного входа два раза заходим так сказать со двора все повторяем действие так со главного входа зашли вот эта петелька лицевая которая нам нужно вот мы ее не теряем домой с одной стороны провязали задействовали но со второй стороны не задействовали заходим в нее тоже с лицевой стороны с главного входа отлично теперь замок номер три заходим вот петли все расположены ровненько 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 они идут к нам лицом да а эта стеночка перекручена вот мы заходим с черного входа отлично и в замок номер один и идем возвращаемся тоже с черного входа отлично и сбрасываем сразу две петельки изнаночную и вот эту вот дальнюю петельку и лицевую петельку все друзья мои повторяем действие раз зашли с черного входа вышли раз зашли с главного входа теперь с черного входа со двора и опять со двора заходим отлично скидываем вот эту петельку и вот эту скидываем но держим ее во внимание не теряем повторяем действия раз лицо лицо то есть главные ворота простите нить конечно ведется безобразно так со двора заходим и возвращаемся в первую петельку тоже заходим со двора прекрасно скидываем двух подружек приступаем к следующей троице раз два три повторяем действие так теперь одновременно вам покажу чтобы не протягивать лишний раз сюда заводим спицу главного входа и одновременно сразу же заводим во второй замок во вторую петельку спицу с черного входа отлично и возвращаемся в первый замок с черного входа отлично скидываем получается красота профессиональный край получаем на самом деле так зашли с главного входа во вторую петельку зашли с главного входа в третью петельку зашли со два раз черного входа и первую петельку это у нас четвертое действие но первая петелька тоже заходим с черного входа ну что друзья мои давайте посмотрим на наш результат надеюсь у вас все получилось если вы повторяли за мной и надеюсь что ваш результат вас полностью устраивает что мы имеем а имеем мы с вами вот такую вот замечательную картину если мы вот так вот сверху раздвинем наше полотно то получается что у нас нигде 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 наше полотно никак не прерывается не петли не перекручивается ничего не деформировано но понятно что это только что связанное полотно в этого не было поэтому петли немножечко вот так вот гуляют да немножечко вот видите вот петли такие вот танцующие но техника на самом деле замечательная она позволяет вам добиться потрясающих результатов в плане закрытия вообще любых изделий воротниковая зона рукава до манжеты нижний край изделия шапки вы вяжете вот все же например если вы сверху вниз шапку вяжите до связали основной часть шапки потом перешли на резинку и затем ее вот таким образом закрыли прекрасный вариант масса масса вариантов применить этот способ на практике надеюсь что я вам было полезно повторю еще раз тем из вас кто опытен кто все знает все понимает надеюсь что это видео доставило лишь исключительно приятные моменты и подняло настроение прощаюсь с вами ненадолго желаю вам быть здоровыми обязательно беречь себя и близких и конечно успехов без они до новых встреч счастливо